Друзья, всем привет! Мы сегодня с вами печем вот эти очаровательные булочки и пирожки. Тесто фантастическое, рапарбровое, с крошкой, как в детстве, как в Советском Союзе, как в столовой, как в школьной столовой. Потрясающе легкий рецепт. Полетели смотреть. Я всех вас приветствую, обнимаю душой. Всем вам очень рада. Полетели! Первое, что нам необходимо, полстакана горячей воды и молока, также полстакана. Выливаем все в чашу. 6 столовых ложек сахара туда же добавляем. И четвертую часть упаковочки дрожжей. Это 25 грамм. Если у вас сухие дрожжи, приблизительно 6 грамм потребуется. Туда же отправляем полстакана муки. Сегодня рецепт будут писать именно в стаканах, потому что не у всех есть весы. И, в принципе, плюс-минус 10 грамм муки никак не повлияет на тесто. Хорошенько все перемешиваем и оставляем дрожжи напыхать. Заводите минут на 10. Я хочу, чтобы тесто было очень вкусное, сдобное, поэтому 50 грамм сливочного масла отправлю в чашу разогреваться. Теперь занимаемся начинкой. Я чищу Робарбар. Сейчас самый-самый сезон. Ой, вкусный, такой кисленький. Я помню, как к бабушке приедем и бежим. Робарбару нарвем, в сахар макаем. Такая вкуснота. Ну, а булочки с Робарбаром, конечно, это святое. Самый сезон, да, и нужно прозваться моментом. Извините, зимой такого Робарбара не найдешь. Дестренько очищаю, нарезаю. Ну, посмотрите, какая красота. Сейчас мы еще займемся второй начинкой творожной. Тоже будет вкусно. А сюда пока что добавляем, давайте, 2 столовые ложечки сахара. Перемешиваю и пускай дает сок, растаивается. Вторая начинка у нас творожная, потому здесь у меня 180 грамм творога. Тут даже в чашу отправляем 250 грамм маскарпоне. Также можно взять сыр, который используется для чизкейков, будет прекрасно. Одно яйцо, столовая ложка ванильного сахара и хорошенько все перемешиваем. С такой начинкой булочки будут похожи на ватрушки. Конечно, можно сюда добавить также и сухофрукты, но у нас будет посыпка сверху, крошка хрустящая, поэтому я ничего добавлять лишнего не буду. Посмотрите, только какая красивая пенная такая шапка поднялась из дрожжей. Самое время добавлять соль. Щепоточку соли сюда обязательно. И вот теперь мы добавляем сюда уже вот так называемую опару 2 стакана для начала муки. Перемешаю и смотрю, что у меня получается по консистенции. Вижу, что мне не хватает муки, еще полстакана. И всего получится у нас 3 стакана муки. Мы сейчас использовали в тесто общее количество. Перемешиваю. Это тесто получится более другое. Тоже, чем обычно мы делаем с вами на пиццу или на какие-то другие, на хлеб. Вот, прекрасно. Ставлю его вымешивать сейчас минут на 10. 10 минут прошло. Посмотрите, тесто такое пластичное, оно еще липнет к рукам. Довольно плотное. И теперь самое время добавить к нему масло сливочное. Прямо сюда в чашу отправляем. И вымешиваем дальше. И еще буквально 2-3 минуты. Друзья, тесто я достала из комбайна. Хочу немножко домесить, доработать его руками. Тесто любит вообще контакт человеческий, поэтому здесь мне крайне важно было также с ним поконтактировать, скажем так. Вот, оно получается очень красивое, нежное, посмотрите, такое вот мягкое, пластичное, в то же время уже не прилипает к рукам. Это то, что нам надо. Такой результат прекрасный, очаровательный получается. Отправляю в чашу на расстойку. Чашу ничем не смазываю, вот таким образом. Просто туда отправляю, укрываю пленочкой и приблизительно на полчасика оставляю. Тесто должно увеличиться вдвое. К оставшемуся кусочку масла мы добавляем ванильный сахар. Хорошая, добрая щепотка соли. Теперь сюда же столовую ложку сахара. Нам потребуется еще мука приблизительно. Стакан чуть меньше сейчас добавлю и потом будем смотреть. Масло у меня комнатной температуры. Я его просто разминаю вместе с мукой. Смотрите, какая красивая крошка получилась. Сейчас я ее убираю в холодильник, в чашу в холодильник. И ждем, когда дойдет тесто наше дрожжевое. Будем формировать булочки. Прошло 30 минут. Смотрите, как красиво поднялось тесто. Сейчас беру немножко растительного масла на руки. Хочу, чтобы булочки у меня были не очень большие, поэтому уберу небольшие кусочки теста. Кстати, нужно поставить разогреваться духовку. 170-180 градусов и вверх и вниз. Обычно так выпекаются булочки. Компекция здесь просто не обязательно. Достаточно будет вверх и вниз. Прикрываю сейчас пленкой. И еще минут 10 пускай тесто вот здесь отдохнет. Тесто еще немножко расстоялось. Сейчас будем с вами формировать наши прекраснейшие булочки. Вот такие кружочки я прям сразу буду выкладывать на парадрельяку. Вот сюда. Ну вот так. Толщина приблизительно где-то полсантиметра, не больше. Теперь на тесто сверху укладываем начинку. И жидкость, которая будет у вас формироваться в тарелочке, мы ее не используем. Оставляем вот здесь сиропчик такой. Он нам сюда в начинку не нужен. А сверху сюда отправляем крошку. Это же самая вкусная вот эта крошка сверху. Да еще и немножко солененькая. Отправляем в духовочку загорать. Минут на 10, максимум 15. Следующую партию делаем ватрушки. Обратите, пожалуйста, внимание, что тесто здесь я формирую руками. Мне хочется создать бортики для того, чтобы начинка не вытекала. Срединка может быть совсем-совсем-совсем тонюсенькая. Это нам надо. Творога не жалеем ни в коем случае. И точно так же покрываем крошкой. Ватрушки я выпекала уже второй партией. И точно так же 15 минут у меня ушло на их приготовление. Хочу заметить, кто любит, смажьте бортики яичком. Но это не обязательная программа. Также у меня осталось еще немного теста. Я не растерялась. Натерла яблочко, засыпала корицей с сахаром. И приготовила пирожки. Очень вкусно получилось. Бесподобно сочно. Тоненькое тесто раскатывала. Можете пробовать. Также готовите с такого теста пирожки с мясом, с капустой, с картошкой. Ну, конечно, добавьте немножко меньше сахара. Вы же только посмотрите, какая красота у меня получилась. Бюджет всего этого мероприятия около 6 евро. Не буду сочинять. Приблизительно я так посчитала. А на самом деле, учитывая цены в Латвии, сколько булочки стоят у нас в Латвии, ну, минимум 20 евро я бы за это заплатила в магазине. Ну, как считается, не красота ли? И вкус, конечно, потрясающий. Тут бесспорно нигде, ни в одной кафешке вам в ватрушку просто так маскарпоне не положат, потому что именно маскарпоне дает безумный сливочный вкус. Давайте пробовать. Там слюки текут. Первую я хочу Роббарбару. Я о ней мечтала, если честно. Ой, тоненькое тесто такое получилось. Класс. Снимаем очки. Ммм, сын, тебе нужно срочно попробовать. Это бомба. Ммм, какой-то вкусный. Тесто получилось. Вот в меру сладким нету перебора сахара. Абсолютно точно. Вот как надо. Ммм. Ну, с ватрушкой понятно, там плохо быть не может. Это абсолютно сливочный, очень нежный вкус. Просто творог не дает такой пышности начинки, поэтому тоже попробуйте. А я хочу открыть прожок. Прямо вместе с вами. Посмотрите. Разве это не прелесть? Ммм, очень каш вываливается. Ммм. Конечно, это тесто подходит только для сладких булочек. Но, если вы положите немножко меньше сахара, то, соответственно, тоже сможете его использовать в любые другие. Я вас люблю. Целую. Таким был этот выпуск. Все-таки сделаю себе чаем. Целую, обнимаю. И совсем скоро увидимся. Пока. Пока.